Здравствуйте! Вы смотрите Итоги дня. С вами Константин Никитин. Что произошло в Ульяновской области 24 июля, расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Рост экономики, ремонт памятников и нацпроект «Цифровая экономика», что еще обсуждали на штабе по комплексному развитию региона. Сотрудничество в промышленности, образовании и торговле, что обсудил Алексей Русских с исполняющим обязанности губернатора Самарской области. 687 тысяч гектар готовы к жатве. Как в Ульяновской области идет уборочная кампания. 10-й молодежный саммит БРИК стартовал в регионе. Какие темы и цели у международных делегаций? В правительстве Ульяновской области состоялось еженедельное заседание штаба по комплексному развитию региона. Обсудили высокие результаты региона в инвестиционной деятельности и рост экономики, сохранение объектов культурного наследия и нацпроект «Цифровая экономика». Подробности и зал заседаний в нашем сюжете. В Ульяновской области подвели итоги инвестиционной деятельности региона за первый квартал 2024 года. Общий объем инвестиций составил 23 миллиарда 800 миллионов рублей или 140% к уровню первого квартала прошлого года. Топ-5 предприятий региона по объему инвестиций по итогам первого квартала. Это «Арнест» упаковочное решение, далее филиал «Пауил Авиастар», далее завод «Трехсосинский», далее филиал «Ауаэрокомпозит» в городе Ульяновске и на пятом месте «Автосвет». Кроме того, опубликован рейтинг финансовой устойчивости и эффективности регионов за 2023 год. Ульяновский региональный гарантийный фонд занимает второе место в данном рейтинге. Это отличный результат работы наших инвестиционных и финансовых блоков. На штабе по комплексному развитию региона обсудили проект областной программы сохранения объектов культурного наследия Ульяновской области на период с 2025 по 2034 годы. Стратегический документ был разработан по поручению губернатора Алексея Русских и включил в себя решение трех задач. Итак, первая задача – это разработать для них предметы охраны, оформить зону охраны, определить территорию объекта, границы территории объекта. Вторая задача – это прямое, скажем так, бюджетное финансирование с целью проведения ремонтных и реставрационных работ. Третья задача – создать максимально благоприятные условия для инвестиций в объекты культурного наследия. На совещании также обсудили новую заявочную кампанию на грантовый конкурс президентского фонда культурных инициатив. Она стартует 25 июля и продлится до 10 сентября. На кону хорошая цифра – почти 5 миллиардов рублей на эту волну. Поэтому грех не воспользоваться такой возможностью, которую дает государство, президент нашим творческим командам. Кто может принять участие? Это, наверное, уникальный фонд, потому что кроме традиционных некоммерческих организаций, которые уже умеют, знают и участвуют в грантовых конкурсах, в этом конкурсе могут принять участие муниципальные учреждения, причем не только культуры, но и, например, образования, дополнительного образования. И очень важный момент – индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. На территории Ульяновской области успешно реализуется национальный проект «Цифровая экономика». В его рамках работа ведется по четырем проектам – цифровые технологии, цифровое госуправление, информационная безопасность и информационная инфраструктура. В рамках информационной инфраструктуры мы уже подключили 737 объектов социально значимых, построили более 83 вышек в рамках программы УЦН 2.0, поставили 206 точек доступа Wi-Fi по населенным пунктам. И из достижений, которые по прошлому году очень хорошо увеличили долю населения, где есть высокоскоростной интернет, это за счет Ростелекома строительство системы «Джипон». «Джипон» – это интернет в каждый дом. На совещании губернатор традиционно озвучил несколько обращений граждан. В колхозе СПК «Карлинская» работники не получают зарплату 3 месяца. В селе Еделево Кузоватовского района неделями не вывозят мусор, а на нижней террасе рядом со школой 83 забыли положить асфальт. Алексей Русских дал поручение министрам как можно быстрее помочь людям в решении наболевших проблем. Валентина Никонова, Герман Баранов, Оллправда ТВ. С рабочим визитом в регион приехала делегация Самарской области. В правительстве состоялась официальная встреча губернатора Алексея Русских с временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым. Продолжит Юлия Адамова. В Ульяновской области 24 июля работала делегация Самарской области во главе с временно исполняющим обязанности губернатора региона Вячеславом Федорищевым. Гости региона посетили УАЗ, где осмотрели сборочное производство легких коммерческих автомобилей «Арго». Сотрудники завода показали и другие модели, которые производят на предприятии. УАЗ, которые производят здесь, на Ульяновском автомобильном заводе. Это активная машина. Центральным событием рабочего визита стала официальная встреча двух глав регионов. Они подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, культурной и других сферах. Активно взаимодействовать будут и в вузах двух областей. Соглашение о сотрудничестве подписали руководители УЛГТУ и Самарского национального исследовательского университета, а также УЛГУ и Самарской торгово-производственной компании в сфере здравоохранения. Еще одно перспективное направление – туризм. Активно будем развивать туризм. Дело в том, что Самарская область лидирует по количеству туристов, которые приезжают в наш регион. По прошлому году количество их составило 239 тысяч, а первый квартал 2024 года уже дает прирост в 30%. Как было сказано на встрече, совсем скоро появится новый гастрономическо-познавательный маршрут «Вкус Великой Волги». Он будет рассчитан на пять дней и объединит объекты культурного и природного наследия, а также гастрономические объекты. Его протяженность – 620 километров. Туристы будут начинать свой маршрут в Ундерах и завершать в Самаре. В него войдут объекты сельского туризма, берег юрского периода, Самарская лука, объекты промышленного туризма, такие как АвтоВАЗ. Развито взаимодействие между регионами и в научно-технической промышленной отраслях. Участники встречи договорились о развитии сотрудничества в сфере беспилотных авиационных систем. Было подписано соглашение и в этой сфере. «У нас сильные производители и в Ульяновской области, и в Самарской. У нас создаются научные центры, которые могут работать только в кооперации, потому что ученых и разработчиков не так много. Только вместе они могут создавать по-настоящему качественные изделия, которые будут служить в обороноспособности нашей страны». Перспективы сотрудничества двух регионов внушительные. В настоящее время проходят закупочные сессии для 60 ульяновских и самарских компаний. В планах увеличение товара оборота от ульяновских поставщиков с 11 до 21 миллиарда рублей в год. Обсуждается и производство совместной продукции. Юлия Адамова, Герман Баранов, Улправда ТВ. В регионе полным ходом идет уборочная кампания зерновой и зернобобовой культуры. В этом году предстоит убрать с практически семи сотен тысяч гектар. В хозяйствах осуществлен контрольный намолот зерна. Подробнее смотрите в нашем сюжете. Закрома малой родины пополняются. В настоящее время к уборочным работам приступили все муниципальные образования, сообщили в Министерстве агропромышленного комплекса и развитии сельских территорий Ульяновской области. Но, несомненно, общий успех складывается из усилий каждого хозяйства. Этот сезон аграрий Индинского района встречали с опаской. Однако результаты радуют. Уборочная площадь муниципального образования составляет порядка семи с половиной тысяч гектаров. На данный момент, согласно контрольному намолоту, который позволяет оценить будущий урожай, средняя урожайность в районе составляет примерно 22 центнера с гектара. Как считают местные сельхозпроизводители, для их земель это хороший результат. Ну, традиционно, в отличие от других районов, конечно же, уборочная кампания на территории Индинского района начинается чуть-чуть попозже. Ну, понятно, климатические условия, там лесной у нас район, там рельефность, там и структура почвы. Я думаю, это понятно. Но сегодня, я считаю, что более организованно начинается уборочная кампания 2024 года. Как отметил глава администрации Индинского района, хозяйство муниципалитета проводит большую работу с учеными научно-образовательного агропромышленного кластера по повышению урожайности. Активно обновляют машино-тракторный парк. Так, КФХ Татьяны Парамоновой буквально на дне поля 2024 приобрело новый комбайн, который вовсю задействован в уборочных работах. Уборка сразу началась неплохо от того, что мы приобрели новый комбайн, потому что у нас два, их один уже как бы пока в ремонте. А этот вот добирает поле 74 гектара. Пшеничка четвертый класс по протеину, по клейковине. На сегодняшний день в регионе намолочено порядка 300 тысяч тонн зерна. Параллельно с уборкой в хозяйствах ведутся кормозаготовительные работы. Ирина Антонова, Улправда ТВ. Молодежный саммит БРИКС в этом году проходит десятый раз. Ключевые вопросы встречи коснулись пяти направлений. Подробнее о каждом материале Александра Никитиной. Укрепить сотрудничество и принять новые вызовы времени в задаче саммита БРИКС включена работа по пяти направлениям. Ключевые темы для каждого определяли страны-участники. Представители России готовили тезисы в области науки и образования. Всего же в этот раз область приняла лидеров из десяти стран, среди которых Индия, Бразилия, Китай и Саудовская Аравия. За четыре года география делегатов выросла вдвое. Это говорит о том, что доверие, оказанное молодежи со стороны больших руководителей, оправдано. Главное, что на этой площадке предоставлена возможность многим странам, десять стран в БРИКС ходит, показать все свои лучшие наработки в определенных сферах деятельности. Это и культура, это и искусство, это и здоровье, это и молодежное предпринимательство, это и волонтерство. Молодежь наиболее мотивирована, заточена на результат. Здесь созданы максимальные условия для того, чтобы они познакомились, сдружились, обменялись своими новыми идеями и перспективе реализовали интересный проект. Самые яркие инициативы попадут в эфир радио БРИКС. Трансляцию дополнят экспресс-интервью с делегатами. Это новый проект, который родился благодаря коммуникации молодежи из ведущих стран мира. Свою лепту в медиаплан внес участник саммита из Южной Африки. Я представляю Южную Африку на этом саммите. Я представитель медиакоманды, которая смогла создать БРИКС-радио для молодых. Это абсолютно новая платформа, которая, как мы надеемся, сможет выстрелить. На форуме мы надеемся взять интервью у делегатов всех стран-партнеров и организаторов, чтобы узнать побольше от своих коллег о культуре их стран, их пути в БРИКС и с какими целями они прибыли на форум. Культуру и колорит своей страны участники саммита стараются передать не только через новые проекты. Многие приехали в Ульяновск в национальных костюмах. Попутно делегаты знакомились с историей России и, в частности, городов по Волжье. Я прибыла из Индии из Осама. Сегодня я одета в наш традиционный индийский наряд. Это маклачата из Осама. Я очень-очень рада возможности поучаствовать в этом форуме БРИКС. Вообще в России форумы БРИКС проходят с особым шармом. Это мой первый визит в Россию. Все здесь очень добрые и отзывчивые. Очень внимательно слушают наши вопросы и просьбы. Еще одно направление саммита – молодежное предпринимательство. Помимо профильных сессий образовательной программы, запланирован открытый диалог с владельцами бизнеса – ребятами из Индии и Ирана. Делегаты уже успели открыть и развить свое дело в России и готовы поделиться опытом. И, конечно же, кроме образовательных программ, в части предпринимательства, ребята разработали инициативу, которые уже 25 июля лягут на стол своим министрам. И министры уже будут дальше думать, как реализовывать совместные идеи в части экономики. Генерировать идеи для новых проектов в этом году будет около 200 молодых людей. Программа рассчитана на 4 дня. После делегаты подведут итоги профильных сессий и совместной работы по программам саммита. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ. Автопарк подразделений и территориальных органов УМВД России по Ульяновской области пополнился новенькими машинами. Сразу 26 авто различных марок получили полицейские. За последние годы это самая большая поставка. Их служба опасна и трудна, но теперь станет гораздо комфортнее. Новый служебный транспорт получили сотрудники Ульяновской полиции. Перед церемонией вручения ключей впервые во дворе регионального УМВД на недавно установленном флагштуке был поднят флаг России. 26 автомобилей разных марок предназначены для подразделения уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции, обеспечения охраны общественного порядка, оперативной разыскной части собственной безопасности. 19 машин уедут в районные отделы. Но здесь, на территории, в районе дела 19 сельдений, это довольно-таки неплохо. Понятно, что и Марсин Юрьевич оценил результаты подразделений, в лазонной коллегии. И я хочу сказать, что граждане довольно-таки неплохие. «Лада Гранта», «Нива», «Газель», «Солерс», «Атлант» – авто оснащены всем необходимым для несения службы и готовы к эксплуатации в сложных дорожных и погодных условиях. Ключи от машин начальникам подразделений и служб вручил глава регионального УМВД Максим Петрушин. «Сюда бронежилет, здесь, соответственно, шлемы, здесь также есть розетки, сюда помещение можно поставить уже на месте прошественного звука, вот там первосвое, пять мест, соответственно, здесь консионер свой отдельный идет, окно для наблюдения за задержанным». Также в салоне новеньких «Солерс» «Атлант» стол, камеры, устройство для быстрой печати документов, бензогенератор. Ульяновские полицейские принимали участие в создании внутренней комплектации. Багажник оснастили местом для перевозки задержанных, клеткой для перевоза служебных собак, дорожными конусами и складным набором мебели. Автомобили передадут в дежурную часть УМВД. Анна Тищенко, Улправда, ТВ. 25 июля в Ульяновской области ожидается переменная облачность. Температура днем составит плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. И это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.30, 20.30 и 23.00, а также на нашем сайте. До свидания. Ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры. Меня зовут Тимур, и я москвич уже как 10 лет. Приезжая в новую страну, мы сталкиваемся с различными трудностями, связанными с отсутствием знаний о правилах жизни и законах в этой стране. Из-за незнания этих законов мы можем попасть в различные трудные ситуации и создавать трудности себе и своим родным. Позволь, я расскажу тебе о правилах и традициях нашего нового места проживания. Если вы уже познакомились с основными законами Российской Федерации, связанными с трудовой деятельностью, гражданской и уголовной ответственностью, то самое время поговорить о принятых нормах поведения в России. По-другому эти нормы называются правила общежития. И здесь очень важно понимать, что хотя и не все эти правила прописаны в законах, их соблюдение не менее важно. Потому что именно из-за незнания и нарушения простых правил и норм поведения могут возникнуть ситуации, в которых начнут действовать уже законные правила и даже наказания. И поверьте, соблюдая эти простые правила поведения, вам будет намного легче, а главное, приятнее находиться, жить, работать и просто общаться в России. Итак, для начала вам стоит запомнить, что общение в России отличается от общения в вашей родной стране. Ведь вы находитесь не у себя на родине, поэтому вести себя нужно так, как принято в России. И в том числе это относится к отношению мужчин к женщинам. Отношение к женщинам в России очень бережное и прав у них столько же, сколько и у мужчин. Поэтому и относиться к ним стоит соответственно. Разберем несколько примеров, как стоит и как нельзя вести себя с девушками в России. В России запрещено многоженство и многомужество. Мужчина или женщина может иметь только одного законного партнера. Что касается поведения в обычной жизни, то нельзя без их согласия физически прикасаться к незнакомым женщинам и мужчинам. Трогать, обнимать, щипать, хватать за руки или за одежду. Нельзя кричать, свистеть, издавать другие звуки, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщине или мужчине. Также нельзя предлагать незнакомым женщинам и мужчинам пойти в ресторан, в гости или погулять. Ни в коем случае недопустимо применение любой силы, особенно в отношении женщин. Вас могут привлечь к административной ответственности за неуважительные отношения или даже заключить под стражу, за приставания и более серьезные нарушения порядка, угрозу здоровью как по отношению к женщинам, так и мужчинам. Тем более запрещено устраивать драки. За это вас ждет уже наказание от штрафа до тюремного заключения и запрета на въезд в Россию. И запомните самое главное. Ношение женщинами открытой одежды, юбки, платья, открытые плечи и прочее является в России абсолютно нормальным. И ничего плохого не говорит о женщине. Тем более в России не принято за это осуждать или оскорблять. А вот как стоит вести себя с девушками и женщинами любого возраста, чтобы вам всегда были рады и с вами вежливы? Во-первых, уважительно обращаться со всеми людьми и своего и противоположного пола. Оказывать помощь, если они попросили. В экстренной ситуации оказывать помощь, даже если они не просили. Уступать место пожилым женщинам и мужчинам в транспорте, в очереди и на людной улице. И запомните, в России любят говорить. Относитесь к другим людям так, как хотели бы, чтобы относились к вам. И здесь абсолютно не важно, какого вы пола, роста, возраста или достатка. Добро пожаловать в Россию! Редактор субтитров А.Семкин